На старт! Внимание! Марш! Первыми на полосу препятствий выходит команда из Мурманска. Много лет она была победительницей чемпионата среди пожарных служб. Капитан Артем Вовк надеется, что и в этом году принесет домой золотую медаль, а мурманское отделение закрепит за собой титул чемпионов. Тренировались на протяжении месяца на дежурствах боевых. Помимо дежурств, между дежурствами, приходили, отрабатывали эстафету, боевое развертывание. Пробежки в тяжелой боевке под палящим солнцем заставили спортсменов изрядно попотеть. Пусть пожар условный, но участники не прощают себе потерянные секунды. Выполнить задание нужно быстро, не уронив раненого товарища. Одним из самых зрелищных видов пожарного спорта является отработка навыков на пожарной башне. Трехколенная лестница весит 48 килограммов. Один пожарный должен выдвинуть ее на третий этаж, а другой забрать на под ней. Такой вид упражнения считается самым сложным и травмоопасным. Напряжение не выдерживают даже гайки. Во время боевого развертывания у одной из команд разорвался пожарный рукав. Происшествие вызвало сильный спор среди судей. Все видели, что здесь летала она как. Она даже испытывается, Петрович. А мир рукава испытывается раз в год. А полугайка ходит рукава. Она отвязалась? Нет, скажи. Вот наверх. Участники из колы Мурманска были дисквалифицированы. На чемпионате остались всего четыре команды. Они учли ошибки соперников. У нас все будет отлично. Мы не будем лажать так. В общем, все будет замечательно. К финалу остались только лучшие из лучших. Отличники пожарной подготовки и победители прошлых этапов. Это не только спорт. Еще же есть боевые выезды на пожары. То же самое, что и здесь. Это спорт. Он оттачивает мастерство пожарных. Даже когда ребята тренируются, не подготавливают ПТВ, и получается то рукав оборвет, то где-то что-то лестница может не разложиться. И из-за этого тоже будет обидно. Чемпионат закончился победой Оленигорской команды пожарных. Второе место забрал Кировск. За ними Печенский округ и Кандалакша. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ21+.